Спасибо всем, мои друзья, за игралочку. Было весело, интересно, хорошо. Всех приветствую, кто только что присоединился к нашей компании. Ну а сейчас будет творчески, душевно. И моя гостья Ирина Дубцова, наша любовь и красота. Ира, привет. Моя девочка, привет тебе, привет всем слушателям. Когда я тебя вижу, у меня аж язык заплетается. Привет всем слушателям русского радио. Сразу давай начнем с песни. Гениальная совершенно твоя песня, которую вы исполняете вместе с Артемом Качером «Под дождем». Так, первый блок есть. Второй. Да, я помню, у тебя там быстро прям три слова сказали. Не, ну сейчас будет уже побольше. Вот, теперь у меня, давайте, три минуты. Всем привет, спасибо за компанию. Ирина Дубцова, поэт, композитор, певица, актриса, красивая женщина. Все это в одном прекрасном флаконе. Как бы я хотела, чтобы слово «актриса» использовалось действительно по назначению. Ну подожди, а что ты в своих клипах ты играешь? Ну я в кино хочу. А, ну надо? Да, но никто не знает. Вдруг кто услышал сейчас? Я в кино хочу. Вот товарищи режиссеры. Ира Дубцова украсит любой фильм. Ну просить не умею. Слушай, ну уже завтра вы будете получать с Артемом золотой граммофон. Я, конечно, поздравляю тебя с этим. Разве не два? Два. Ну в смысле? Разве не четыре? Нет, подожди. Подожди, если 20 недель песня, то один граммофон дают. А если 40 недель, два дают? Ну вообще, вам и так дадут два, потому что дуэт. Но ведь ты помнишь, были времена, когда за дуэт давали только один граммофон. Теперь целых два, понимаешь? Не было у меня таких дуэтов. А, у тебя тогда не было. У меня таких дуэтов не было. Как хорошо. Ну а я вот такое время помню. Я помню, как один из исполнителей всегда сердцем оторвал. В основном, если это были мужские и женские дуэты, всегда доставалось девочкам. И ты знаешь, хорошо, что теперь дают два граммофона. Потому что когда я сидела здесь буквально 10 дней назад Артем, я его спросила, Артем, а если бы давали один граммофон, то как бы было? А как ты думаешь, что он сказал? Он сказал, я бы отдал его Ире. Конечно. Ну естественно, он хороший мальчик, он джентльмен, настоящий мужчина. А я, ты знаешь, я так скажу, что если бы давали один и пришлось бы мне поделиться, я бы отдала по той простой причине. Я вот совсем недавно в рамках «Звезды русского радио» была в Самаре на концерте. И когда видишь, что поет с тобой весь зал твои песни, это и есть на самом деле награда. Она, да, она неосязаемая, ее нельзя поставить на полку, ее нельзя потрогать, нельзя понять, что она золотая. Конечно, приятно найти эти граммофоны, они такие красивые. Они у меня на золотых полках стоят дома, то есть я даже социальные полки купила. Вот, но все-таки самое классное это знать, что за тебя голосовали слушатели русского радио. И, в общем... И что ты рекордсменка? Да, и для меня это самая вот главная награда. Видеть, что люди поют эти песни, голосуют. И потом, даже если в руки он не попадает, ты знаешь, что граммофон твой. Я бы поделилась. Ну, слушай, слава богу, что все теперь по-другому, делиться не надо. Я просто не жадная. Заслужила получше. Молодец, правильно. Как так всегда было, не знаю. Скажи мне, что еще из результатов... Вот, понятно, в этом году ты получаешь золотой граммофон. Что еще из результатов войдет в тройку твоих значимых событий этого года? 17 декабря выходит трек... Песни это назвать сложно. Выходит трек у моего сына. Да ты что? Да. Это первый его трек? Да, да. Я тебя поздравляю. Ну, мы с тобой, когда в прошлый раз встречались, ты рассказывала, что ты участвуешь в его творчестве, где-то подсказываешь ему что-то. Ну, его... им полностью занимается очень классный, очень модный саунд-продюсер Алекс Дави, который работает с Егором Кридом, с Тимати, с... Не знаю, начиная от меня, заканчивая Киркоровым, в общем, Давой, Мари Краймбрери и так далее. Вот, я считаю, что это очень классно, и трек у Артема очень модный. И Артем у меня красавчик. В общем, держитесь, девчонки. 17 декабря. Так, это второе значимое событие. И третье? А третье? Да. Вот-вот должно произойти. Но это я не расскажу, это про... А что это такое должно произойти? А я сама не знаю, вдруг что-нибудь интересное у личной жизни происходит. Нет, подожди, какое третье? А, ты думаешь, что еще, может быть, до конца года что-то произойдет? Конечно. Ну, тогда мы сегодня... Ну, слушай, про мою личную жизнь никто ничего не знает. Ну, тогда сегодня мы немножечко хотя бы откроем завесу. Ну, не откроем. Ну, я могу сказать, что... Ну, давай так, вот сразу после песни все-таки мы откроем завесу. Итак, Ирина Дубцова только что буквально несколько минут назад всех нас заинтриговала. Что у тебя, какие-то изменения в личном статусе? Что там, ты уже не свободна? Ты знаешь, последние пять лет у меня никаких изменений в личной жизни. Все стабильно, не так, как бы мне хотелось до конца. Ужас, что я сейчас сказала в прямом эфире. Ну, что так... В общем, нет-нет-нет, просто мне приписывают все время какие-то романы, еще что-то. Придумывают, додумывают. Никто ничего не знает о моей личной жизни. Человек, который присутствует в моей жизни, абсолютно не публичный, и о нем ничего никому не известно. И правильно. Вот так. И правильно. Вот так. Ир, ну, серьезно, говорят, что счастье любит тишину. Когда мы все первый раз влюблены, мы об этом везде, на каждом углу трубим. Потом что-то ломается, рушится. Ну, не только потому, что, наверное, мы трубили. Ну, как-то вот так вот мы... А потом, в конечном итоге, мы принимаем для себя вот эту форму и понимаем, что если это личное, то это очень личное. Ты абсолютно права. Абсолютно. И слава богу, что он не публичный человек, и слава богу, что это дом за закрытыми дверями. И я тебе хочу пожелать счастья. Это ты додумала сейчас все. Я, заметьте, ни слова из этого не говорила. А я очень, ты знаешь, я оптимистка, поэтому мне очень хочется, чтобы у тебя было вот так, как я сказала. Ой, моя дорогая, спасибо тебе огромное. Да, слушай. А мне как хочется. По крайней мере, из сердца, которые у тебя, кто у нас сейчас смотрит в прямой трансляции или там в Ютьюбе, они... Сердца, да, это мои любимые очки. Все мои поклонники их знают. Уже все, кто мог, их поназаказывал. Они стоят 100 рублей. Не скажу, где их можно купить, потому что будет реклама. В общем, я их очень люблю. И через них на мир смотреть приятнее. И, мне кажется, человеку на меня смотреть приятнее. Когда таких два вот красных сердца. И потом я подумала, что к студии Русского радио сегодня вот такой образ очень подойдет. Очень подойдет. Так, слушаем классную песню. Сразу после нее поговорим, знаешь, о чем? О чем? О зиме. Красно. Люблю зиму. Я же зимняя. Все, кто с нами, всем хорошего вечера хочу пожелать. Сегодня замечательный вечер. Он предпраздничный. Завтра золотой граммофон. Вы знаете, я всегда жду это событие. Ну, правда, вот это истинное счастье для всех, для нас. Ну, это такой праздник, это такое шоу, это такой кайф. Ну что, я с программофоном попозже поговорим. Пока я хочу тебя спросить по поводу зимы. Ты девочка зимняя, ты недавно в Инстаграме. Да, февральская я. Да, выстрела. День влюбленных. Очень красивую фотографию. Написала, как ты любишь зиму. А вот если сравнивать, вот все-таки, ты же любишь очень и Мальдивы. Вот что, зима или Мальдивы? Ну, Мальдивы можно и зимой. Знаешь, надоела зима, раз влетел. Да нет, но зима, это такая сказка. Я просто, знаешь, к счастью, к счастью, моему характеру присуще было сохранить детство в душе. В душе, в поведении порой об этом знают только самые близкие люди. Конечно, для большинства, наверное, я такая серьезная дама. Ну, вот, а на самом деле я радуюсь каждый раз. Вот каждый раз зима одной тоже, да, вышла на улицу, там, с собачками в валенках лепишь снеговик. Я леплю снеговика. У меня есть даже где-то, если покопаться в моей ленте Инстаграм, у меня есть даже снеговик, на которого я купальник надела. В общем, я леплю снеговика, я валяюсь в снегу, я обожаю все, что связано с зимой. Я каждый раз искренне радуюсь каждому огонечку. Я наряжаю елку с восторгом ночью, вот, чтобы утром все встали и обрадовались, что уже все украшено. Я делаю это сама, я не вызываю никаких дизайнеров домой. Вот, я никогда не прибегну, ну, то есть для меня это какое-то такое волшебство из детства, которое меня туда возвращает, и я чувствую себя ребенком в этот момент. Потому что, когда мы были детьми, мы настоящее счастье испытывали, мы не думали же ни о чем. Да. Мы же не думали ни о каких проблемах. И вот это время года, вот этот праздник, у меня почему-то он растягивается практически на всю зиму. Елка стоит долго, а когда ты видишь эту красоту, как бы и праздник как будто бы долго длится, да. Ведь многие думают, как, нарядил елку раньше, праздничного настроения к Новому году не будет. Это не про меня. Это не про меня, нет. Я обожаю все это и радуюсь каждый раз, как ребенок, и как в первый раз. Но к своему дню рождения ты елку не убираешь. Вот, к своему дню рождения, как раз, и убираю. А-а-а. Причем убираю, наряжаю я, а убираю не я. Ну, еще бы. Я уезжаю куда-нибудь на гастроли или уезжаю на концерт, приезжаю домой, елки нет и нет никакого вообще напоминания о том, что был Новый год и были какие-то украшения. Это, конечно, приятно. Маму украшает, да. Нет ничего. А мы слушаем песню, такую же праздничную, радостную, собственно говоря, как и твоя новогодняя елка. Ирина Дубцова сегодня с нами. Я тебе хочу предложить блиц. Ты как блиц, матушка? Нормально? Давай. Приличный? Конечно. Про что-нибудь там про меня? Про тебя. Хорошо. Давай. Скажи мне, для творчества продуктивнее зима или лето? Любовь. Получить золотой граммофон лучше, чем получить какое-то золотое дорогое украшение? Однозначно лучше. А вот если бы вместо граммофонов давали бы все-таки какое-то золотое украшение, ты бы его носила? Я бы переплавила его в золотой граммофон. Ой, скажи, что эмоциональнее, затратнее? Написать песню для себя или написать песню для другого исполнителя? Написать песню для себя. Опоздать или ждать опоздавшего? Что хуже? Опоздать. Понедельник или суббота? Стыднее. Понятно. Понедельник или суббота? Обожаю понедельник. В субботу не знаю, чем заняться. Плохая новость утром или вечером? Утром. Почему? Ну, не знаю. Так, уже с утра решил проблему и весь день уже в хорошем настроении. Хорошо. Если о твоей слабости говорим, новая пара туфель или новая сумка? Туфли. Когда ты говоришь, раньше ты говорила, что любовь живет три года. А потом уже нужно над ней сильно работать, пахать, чтобы все это сохранить. Скажи мне, на сегодняшний день вот эти временной эссенсы твой личный поменялся? Моя любовь на данный момент живет пять лет, а дальше посмотрим. Ну, что ж, больше, чем три года. Да. Ну, видишь, значит, все-таки сколько живет любовь зависит… Ну, может быть, это исключение? Зависит от чего? Сколько живет любовь? Твой личный рецепт? Твой или это человек? Всего-навсего. Действительно так? Не важно, какой он. Абсолютно. Правда, все очень зависит от этого. Ну, вот получается, что ты пять лет его прячешь, и никто о нем даже вот комар носу не подтащил. Что неужели нет в твоем окружении человека, который пойдет, кому-то сольет, не знаю, каким… А зачем? Нет, ну есть же такие люди. Ну, зачем? Ну, то есть у тебя в окружении таких людей нет? Нет. Нет. У тебя хорошая интуиция? Как ты чувствуешь? У меня хорошая интуиция, но я во многих вещах наивна. Наивна, доверчива. И тоже не хочу эти качества растерять. Я не хочу очерстветь, я не хочу перестать доверять людям. Это для меня… Ну, это как-то… Да это вообще самое страшное, мне кажется. Нет. Я лучше буду такой же оставаться. Да и потом мне поздно меняться уже. Куда меняться? Мне же не 12 лет, не 13, понимаешь, когда еще можно. Там что-то от тех взял. Отшлифовать? Да. Ну, конечно. Конечно. Уже давно сформирован характер, отношение к жизни. Тебе не надо меняться, потому что если ты поменяешься, песни перестанут быть такими. Да. Понимаешь? А твои песни мы все любим. И нам надо, чтобы ты оставалась всегда вот таким большим, талантливым ребенком, который будет феерить и дарить нам такую неимоверную радость. Ира Дубцова, сегодня мы все тайны сохраняем. Ну, а, собственно говоря, разве это тайна? Все всегда красивым женщинам задают вопрос. Вот там, что вы делаете, что вы не делаете. Ты недавно уменьшила грудь, избавилась от имплата. Ну да. Ну да. Это не уменьшило. Ну, избавилась, да. Да, избавилась. Знаешь, в целях... Во-первых, время пришло. Во-вторых, не модно, как ни странно. Не модно? Как ни странно, да. Как бы странно это ни звучало, но натуральность потихоньку приходит. Да, понимаешь, я вот тогда, после беременности, после родов, когда я поняла, что форма как-то изменилась и как-то ничего не прибавилось, я всегда комплексовала всю юность свою. Я комплексовала, что как-то меня природа обделила этим. Ну, какой у тебя природный размер? Ну, ноль с половиной. А, ноль с половиной, да. Ну, я пошла и, конечно, сделала себе красоту. Так. Вот. И красота со временем увеличилась зачем-то. Стала меня толстить. Скажу честно. Ну, чего уж там, скажу честно. Вот. И потом время пришло. И как бы для здоровья лучше, чтобы не было инородных тел в организме. Подожди, так почему? Ты сейчас убрала имплант, у тебя хорошая такая прям грудь третьего размера. Ну, подожди, я сейчас пока ищу тут не третьего. Какого третьего? Тут на мне белье специальное. А, а какого? Не третьего. Ну, двушечка. А, так с нуля получается. Боже мой, что мы обсуждаем на русском радио. Подожди, с нуля до двушечки. Да, Владова, ну ты на ее же вообще. Ну, подожди. Ну, мне интересно, как с нуля до двушечки. Ну, вы не знаю, я сама не знаю. А, ну, то есть со временем просто гормоны так работают, что она стала своя побольше. Да, вот так-то да. Или она теперь натуральная женщина. Но ты всегда натуральная женщина была. Ну, нет, нет, я все-таки чувствовала, что я же знаю об этом. Это знаешь, как вот, например, вот у нас с подружками такой, есть не покупать подделки. Да. То есть не видно, что подделка, да, но ты же знаешь это. И вот это то же самое, вот как бы ты же знаешь, что не твое, а теперь я знаю, что все мое. Другое ощущение? Все мое, все мое, да. Круто. Слушай, боже мой, что мы рассказываем? Ну, ладно, давай продолжим. Давай, 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 давай. Альбом, давай, альбом. Давай. А когда выходит? Ой, ребята, я хочу, во-первых, извиниться перед своим фан-клубом и перед всеми своими подписчиками, которым я обещала, что альбом выйдет скоро. Дорогие мои любимые, простите меня, пожалуйста, я приношу свои самые искренние извинения. Альбом выйдет в 22-м году. Во второй половине января мы откроем первый и второй трек с этого альбома. И весь альбом мы откроем для всех влюбленных. 14 февраля. И мой день рождения, да, 14 февраля. Дело все в том, что, пожалуйста, не обрушивайте на меня шквал негодования и, не дай бог, негатива. Над альбомом работает не только артист, который поет, не только автор, который пишет, то есть все это я, все эти люди, это я. Ну, музыканты, аранжировщики, конечно, огромная команда. Люди, которые делают сведения, мастеринг, обложки, ну и еще огромная команда людей, выпускающих компанию. В общем, короче говоря, ради того, чтобы он звучал лучше, мы сейчас все песни просто пересводим, перемастерим. То есть мы не переделываем аранжировки, а как бы все это заново собираем по кусочкам. В декабре нет смысла выпускать, потому что это не сезон, скажем так, да, люди, которые не знают. Это шикарный подарок на твой день рождения. Да, да, у меня всегда в день рождения выходит песня обычно новая, но в этот раз выйдет целый альбом. Там будет 7 новых песен плюс гештальт. Ну, я тебя жду. Я приду. Накануне. Я приду, да. Я всегда тебя жду. Главное, что я изменилась перед всеми, теперь моя совесть чиста. Чиста, правильно. В Новый год на золотой грамотфон с чистой совестью. Да. Ира, ты любишь играть? Ну, ты сказала, я ребенок, ребенок. Смотря во что. Вообще-то, я ребенок, я не повзрослела. Во взрослой игре тоже люблю играть. Ну, все, молодец, правильно. Мы будем играть во взрослую музыкальную игру. Тебе как музыканту с большой буквы я не могла не предложить. Хорошо. Вообще, дело в том, что я зашифровала песни. Ты меня прости, конечно. Я вообще, во-первых... Я даже поудобнее сяду. Давай. Это очень интересно. Значит, я зашифровала песни. Это припевы. Песен, которые являлись на протяжении последних двух лет рекордсменами. Супер-хитами. Золотого граммофона. Да, то есть это те, кто подержали больше 35 недель. То есть такие, понимаешь, да? Ну, такие, как под дождем. Ну, да. Давай. Но я, понимаешь, это еще тот... Даже не стихоплюй, а тут все вообще в прозе. Ну, что ты на себя наговариваешь, да? Ну, ладно, тогда слушай внимательно. Первая песня. Умница, красавица Алла Довлатова сейчас играет со мной в игру. Давай. Итак, припев. Я купил новые колонки, соседи, вешайтесь, подонки. Хотя, ладно, извиняюсь. У меня тут телочка зашла. А что, делка молодая. Звук поставим на всю, и соседи не спят. Так, теперь следующее. Еще один рекордсмен. Так. Это классная была песня. Хоть чмокнул, уже здорово. Мерси за утро, но мне вздремнуть. Теннисы. Я сама это хочу. Что? Я в забытье, без лицензии, на огнестрел. Век боли не видать. Вот это вот все. Погреюсь в твоих языках пламени. А можно еще раз? Тебе понравилось, да? Да, это у меня мозг сейчас куда-то. Хоть чмокнул. Уже здорово. Поцеловал, поцелуешь, поцелуй меня. Уже здорово. Мерси за утро, но мне вздремнуть. Спасибо. Утром, что это такое, боже мой. Что утром бывает, да. Что утром бывает, но мне поспать. А я точно эту песню знаю? Ну, конечно, думаю, да. Ты не сыт, оставь это мне. Я в забытье, без лицензии, на огнестрел. Не бойся, стрелять что-то там не буду. Век боли не видать? Ужас. Погрейсь в твоих языках пламени. Вообще не угадаю никогда в жизни. От поцелуя след, спасибо и на том. Спасибо за рассвет. Слушай, не бойся, я боюсь и безоружным сном. Но мне правда было трудно это все. А как это вообще, вот эта фраза мне с этого никогда не была понятна? И безоружным сном. Я не понимаю. Не бойся, вот теперь тебе понятно, что это такое. Я бы в жизни не угадала. Ну ладно, дальше, следующая песня. Ты молодец, кстати. Это говорит о том, что ты классно зашифровала. Нет, это говорит о том, что песня в принципе сама по себе зашифрована так, что ее не зашифровать. Ну правильно, правильно. У меня знаешь, как песни зашифрованы? Знает только два человека. Слушай. Что в них зашифровано? Ну ладно, пять. Итак, слушай, давай, один-один. Давай. Честное слово, все будет ништяк. Не парься, геморрой вылечим. Сделай чиз на зло неприятности. Выиграешь стопудово. В этом году получается золотой граммофон. Песни. Давай еще раз. Давай. Честное слово. Честное слово. Клянусь. Все будет ништяк. Ну, смотри назад. Все будет хорошо. Ну да, да, да. Теперь дальше. Не парься, не парься. Геморрой вылечим. Все будет хорошо. Да. Господи, я не знаю, что это. Сделай чиз. Чиз. Улыбнись. Да. На зло неприятности. Улыбнись. Я знаю эту песню, но я ее не помню. Выиграешь стопудово. Я ее знаю, но я ее не помню. Татай, улыбнись. Что-то там такое. Удача. И у тебя удача ждет. Найдет. Да, да. Удача найдет. Я ее знаю. Дениска. Это Денис Клявер. Да. Блин, я вас, Денис, прости, я просто забыла. Я знаю, конечно же, эту песню. Ну ладно. Да, хорошая песня. Отличная песня. Так, ну я надеюсь, что сейчас ты вырвешься вперед, потому что пока вышло счет. Ой, а в этой игре проигравшие есть? Так, ну давай, вот это уж, пожалуйста, угадай, я тебя прошу. Что-то я вообще... Припрешься без зонта, с мокрой мордой, забу дыхание сперла, да еще и с пустым баком. Без зонта? Без зонта. А без зонта есть фраза в самой песне? Нет, конечно, это я тебе альтернативу даю. Это я так шифрую. А ты вернешься под дождем, он будет. Он будет по щекам хлестать. Будет ком, а в твоем сердце пустота. Ну все, слава богу. А ты вернешься под дождем. Видишь, как все-таки твои песни. Как бы мы не шифровали, а ты все равно угадала. О, вообще, слушай, ну правда. Это, кстати, было легко. Легко? Ты специально это сделала, я знаю. Ты ко мне хорошо относишься, поэтому специально мне. Мою песню зашифровала вот так. Нет, просто у тебя текст такой, что можно зашифровать так песню, что ее угадают. Я тебе более того могу сказать, когда другие артисты здесь играют, я твои песни шифрую. Все угадывают. Что, гештальты угадывают? Много что угадывают. Гештальты еще не шифровали. Придешь 14 февраля, мы с тобой зашифруем. Гребаные гештальты. Как ты переделаешь эту фразу? Буду думать, буду думать и стараться, а пока слушаем песню. Ну что, буквально, как говорится, на пассажок осталось. Скажи мне, завтра золотой граммофон, а вот какие еще у тебя мероприятия будут в декабре? Ну, корпоративы, понятно, может быть, будут какие-то концерты, выступления. Где зритель сможет с тобой встретиться? Ой-ой-ой. Я предлагаю моим зрителям, моим поклонникам следить за моими афишами и за информацией, которую я выкладываю в Инстаграм, в сторис. Вот, там и новогодние открытые мероприятия, куда можно прийти, купить стол, заказать и отметить со мной Новый год в четырех местах. Ну, это чтобы все могли поместиться. Все остальное в декабре, вот все, что с этого момента, оно все частное. Ничего открытого уже не будет, только новогодняя ночь. Не могу озвучивать, потому что это реклама, поэтому следите за информацией в Инстаграм. Скажи мне, ты начала выпускать твой собственный мерк? Вот, да, это классная тема. Скажешь, почему, что, как, вообще, где это можно купить? Или это тоже тебя в Инстаграм заказывать? Значит, да, это можно будет купить... Давай, подожди, подожди. Да. Значит, смотрите, как пришла идея мне. Я вообще сначала хотела сделать футболки музыкантам своим, коллективу и так далее. Прикольно как-то фразы из песен использовать и так далее. Когда я во все это окунулась, я поняла, что это так сложно, что такие отвратительные ткани, и что просто пока мы искали эту ткань, мы нашли такую ткань невероятную просто, которую используют только суперкрутые мировые бренды. Вот даже трикотаж элементарный для футболки. Это не моя футболка сейчас на мне, вот, потому что мои все с надписями из песен. Вот. В общем, это так сложно, но так интересно. И вот с идеей создать, сделать футболки музыкантам, пришла идея сделать, в общем-то, мерч, сделать такую коллекцию, можно сказать. То есть у нас есть футболки, свитшоты, лонгсливы, носки, и еще много-много будет сюрпризов. Это, кстати, хороший подарок для поклонников на Новый год. Да, и я хочу подчеркнуть, что совсем недавно я... То есть большинство надписей, которые сделаны на футболках, выбирали именно мои подписчики Инстаграм. Да, поскольку я делала опрос и просила, спрашивала, какие бы фразы вы хотели видеть на этих футболках. Поэтому спасибо огромное всем, кто участвовал. Сколько стоит, а где купить? Не скажу. Где купить, тоже смотрите у меня в Инстаграм. Если я скажу, где купить, опять будет реклама. На классных, известных платформах, где продается все. Вот, и еще хочу сказать, что, ребята, качество, наверное, хвалят все, да, но качество невероятное. Это ткани, которые используют мировые бренды. Мы заморочились, мы потратили денег. И я не хочу, знаете, чтобы торчали нитки какие-то там дальше. Постирал пару раз, все, оно уже там бесцветное или надпись стерлось. И так далее. У нас суперкрутое качество. Ну, я в этом даже не сомневалась. И нет такого, знаешь, мы уже, подожди, договорились. И нет такого ощущения, что ты идешь, и ты явно, у тебя на футболке песня Дубцовой написана. И ты, блин, какая классная футболка, а что это такое? А там, знаешь, написано факт, факт, факт. Понимаешь, да, латинскими, половина латинскими, половина русскими буквами. Вот, или там, например, «Люби меня долго» написано латиницей. Или, например, у медали «Две стороны» надпись, она зеркально отображена. То есть не сразу понятно, что ты идешь, и ты фанатка, не знаю, там, Дубцовой, да, у тебя там вот так вот о нем и о нем, о нем и о нем на всю грудь. Вот там, второго размера. Ир, спасибо тебе за то, что ты сегодня перед граммофоном уделила нам свое время драгоценное. Мы тебя очень любим. О, это так взаимно. И по поводу вот этого твоего мерча, который ты сделала, ты, знаешь, даже не сомневалась, потому что насколько ты перфекционистка в жизни. Я тебе не привезла, все купили. Все куплю и я. Ничего, я найду где. Я просто к тому, что ты перфекционистка по отношению к жизни, к песням, ко всему, поэтому я не удивлена, что и это… Ты знаешь, что иногда так мешает жить? Ну, ничего. Зато ты выдаешь очень хороший продукт. Ребят, контролируйте. Вот сейчас Алла попросит меня точно дать какой-то совет, я не знаю, да, слушателям нашим. Просто пожелание. Или что-то, пожелание какое-то сказать. Поменьше думайте. Вот делайте от сердца, правда. Вот это то, к чему я пришла на сегодняшний момент. Все-таки это не касается, конечно, каких-то бытовых вещей. Это касается любви, чувств, поступков, которые с этим связаны. Меньше думайте головой, руководствуйтесь сердцем и чувствами, эмоциями, и вы будете за это вознаграждены. Это точно, абсолютно. Еречка, спасибо тебе большое, друзья. Спасибо вам. Прощаюсь с вами до понедельника. А пока, до завтра. А мы с тобой до граммофона. Все увидимся завтра на золотом граммофоне. Завтра граммофон, ура! Пока. Сегодня в 7 вечера. Не пропустите вечернее шоу Аллы Доблатовой.